всем привет друзья как у вас дела с вами опять же я на связи и как и обещала сколько меня не было два дня видите я надолго не пропадаю поэтому будем стараться выкладывать все чаще и чаще виде все интереснее интереснее в общем а сейчас мы приехали на очень такой дорогой район вот это сон до он находится в инчоне здесь очень много высоток красивые здания здесь университет рядом в общем он очень такой знаете насыщенный и очень клевый я бы конечно хотела бы здесь но хотела бы здесь жить именно высотках вопатах таких красивых красивых в общем ладно друзья с чего я начну это видео я думала то что сегодняшняя тема уже довольно таки изъезжена такая насыщена перенасыщены все уже ею как говорится насытились до грубо говоря вот но оказывается все равно она очень актуальна в том плане то что у меня постоянно что мои знакомые что в инстаграме пишут да то что как залететь в корею до сих пор и кстати вот буквально вчера был такой вопрос вы наверное видели по новостям то что как два как два казахстанца с казахстана до нелегалы попали и в общем незаконно проникли в корею и все спрашивают вот мы же хотели залететь в общем расскажи пожалуйста поподробней как это сделать и что вообще есть у нас варианты или нет поэтому давайте мы сейчас с вами будем постепенно менять локацию пока мы с вами будем прогуливаться я буду вас так немножко немножко просвещать конечно это эту тему я прям растягивать не буду потому что очень много видеороликов и без моих да как попасть в корею и так далее там но я просто вам расскажу без всяких вот этих узнаете подводных камней без этих вот этих вот без всяких сказок и так далее скажу как есть так что оставайтесь с нами будет интересно так ну в общем что мы выбрали такую более-менее знаете безлюдную локацию потому что где бы мы не останавливались у нас люди чуть ли в камеру не лезут так давайте с вами продолжу не будем в общем отвлекаться когда были вопросы я так поняла то что самое большее это интересуется именно безвизовые люди у которых нет визы которые не могут получить это то есть не этнические корейцы не жены корейцев не мужья корейцев так вот все уже прекрасно знают то что сзади пробежал все уже прекрасно знают про этот электронный посадочный билет до китей или кетто и так далее без разницы как я назвать в общем все знают друзья оформляйте и и даже если допустим приходит два-три раза отказ все равно на третий четвертый или пятый раз он все равно у вас одобрится потому что без этого посадочного посадочного билета грубо говоря вас просто не запустят в самолет другой вопрос то что к этому посадочному билету вам обязательно нужна бронь отеля если допустим нету брони отеля вы же залетает сюда как турист понимаете и вы здесь имеете право находиться для казахстанца по моему 30 дней для россиян 60 дней поэтому к этому всему у вас будут спрашивать билеты туда и обратно потом у вас будут спрашивать именно бронь отеля если нет брони отеля то человек который именно подтвердит что вы приехали к нему в гости вот и все покупаете билет и заезжайте сюда тут уже идет другая сторона потому что корейцы как бы на таможне и так далее тоже не глупый народ в том плане то что вы когда сюда заезжайте вы же по-любому будете здесь оставаться до оставаться как бы продолжать здесь жить и работать но если даже у вас будет это кетто будем ее так называть то все равно у вас такой гарантии нет то что у вас когда вы сюда прилетите вас здесь могут пропустить потому что очень много было таких людей которые прилетают сюда и их просто без объяснения разворачивают либо это в лучшем случае либо их просто сажали на несколько суток в подвал так что прежде чем сюда лететь даже как турист вы полностью все проверьте полностью все узнать и досконально допустим к примеру вот вы у меня спросили потом у других людей спросите позвоните в турагентство да вот и так далее все разузнайте чтобы уже потом быть как говорится спокойным ну и конечно же еще на один вопрос отвечу это то что были ли проблемы какие-то после того как поймали вот этих двух казахстанцев парней конечно же проблем так особо нет на нас это никак не повлияло потому что допустим я к примеру с казахстана на меня это никак не влияет будет ли на влиять это на тех которые будут заезжать именно безвизовые на тех наверное как-то будет косвенно влиять а так в принципе нет в общем я так думаю то что я вкратце ответила на ваш вопрос вот я так думаю то что если у вас будут еще какие-то вопросы пожалуйста с удовольствием я буду не на них отвечать ну а сейчас мы наверно на этом будем заканчивать потому что сегодняшнее видео было именно такая цель ответить именно про какой-то конкретный въезд в корее поэтому все я буду на этом заканчивать увидимся с вами надеюсь может быть через пару дней может быть следующие выходные и будем наверное скорее всего снимать опять же давайте наверное тему пока еще разглашать не буду пусть это будет в тайне и в секрете как раз когда выйдет наше видео вы узнаете всем пока